приглашаю всех в мир цветных рисунков приготовьте карандаши и бумагу и сегодня мы нарисуем такие красивые цветные аппетитные сливы начинаем делать эскиз сливы вначале рисуем дальнюю сливу которая целая нам надо нарисовать овал для того чтобы было проще это сделать я такими пунктирами прохожу если надо будет исправить это очень легко будет потом подправить это вот такая полосочка там где слива разделяется как бы на две части и рисуем вторую сливу которая разрезанная тоже овал и нижняя часть которая со шкуркой видно рисуем как бы центральную линию и здесь прорисуем положение косточки это слива сюда пришла а и мы еще нарисуем хвостик плодоножку этаже листик возьму розовый карандаш и сейчас обеду дальнюю сливу по нашим пунктир на влияние покажу это вот разограничение где ложбинка у сливы теперь это слива тоже розовым карандашом прохожу по там где она разрезана по шкурке и низ тоже покажу возьму темно-желтый карандаш обведу косточку и покажу даже там углубление в котором лежит косточка вот такой немножко дальше за эскиз косточки этим я покажу это углубление в котором лежит косточка оранжевым карандашом такими полосками вертикальными покажу это углубление в котором лежит косточка и обведу а просто желтым карандашом от шкурки проведу много полосок но не дохожу до самой косточки это показываем структуру самая мякоти сливы оранжевым карандашом сюда вот в этой части часть добавим такие длинные штрихи от шкурки косточки и кое-где здесь добавим между желтыми полосками здесь немножечко вот такой чуть-чуть даже добавлю цвета потом полоски и они почти доходят до косточки и здесь немножечко немного добавлю оранжевый цвет и и возле шкурки ближе к шкурке тоже дам немножко оранжевый цвет не очень широкой полосой такой вот очень мягкой очень очень мягкой штриховкой которую проложу ближе к шкурке петло коричневым карандашом сейчас нанесу такую как сетку на косточку и закрашу вот эти ячейки коричневым после это возьму темно-коричневый карандаш и каждую ячейку так немножко обведу ту которую закрасили конечно немножко так вот можно даже еще случайно и добавить потому что косточка не ровно и с такими выпуклыми местами или и впадинками и оранжевым карандашом дадим в такую тень на косточку чтобы показать ее объем немножко здесь ближе ближе к этому месту где она лежит и коричневого цвета мы обведем эту косточку еще раз чтобы и выделить это она потерялась у нас немножко там сиреневый карандаш темно-сиреневой обводим еще раз шкурку и добавляем штриховку сюда очень легкую потому что здесь придется нам поработать с разными цветами чтобы создать объем этой сливы вот у меня такой темно-синий карандаш или можно сказать темно-фиолетовый я сейчас сюда добавлю возле самого разрезать более темный поле темную штриховку немножко обозначу шкурку но не до конца а вот здесь вот возле разреза дам этот цвет темно-фиолетовый берем сиреневый карандаш и работаем с дальней сливы сразу же обозначим там где будут блики света а у здесь вот это вот не блик света а это будет отражение от разрезанной сливой поэтому два таких более светлых места дальше мы заштриховываем очень очень легко и стараемся соблюдать форму сливы то есть у меня все штрихи и тут как бы по форме что по форме сливы здесь и самое темное будет место и потом туда цвет добавим просто сейчас немножко прошла еще раз штриховкой прошла штриховкой рядом с ложбинкой вторым слоем и поэтому здесь затемнело цвет более темный цвет получается а сразу за ложбинкой тоже даю более темный цвет даже надавливаю немножко а потом даю более легкую штриховку беру темно-красный карандаш и поверх этой штриховки добавляю красную штриховку опять стараюсь соблюдать форму это место пока не за штриховую но но не будет белым и потом сюда еще добавим другой цвет сейчас даже пройду в другом направлении чтобы сделать поле равномерную штриховку беру опять такой фиолетовый синий фиолетовый и начинаю добавлять штрихи сюда мы даже заходим на это световое место штриховать приходится много когда рисуешь фрукты и здесь даже будет тень от этой сливы на шкурке видно вот мы сейчас здесь не покажешь здесь самое темное место опять добавляем пройду просто покажу линии очертания с него здесь тоже и здесь вот так вот чуть-чуть закрашу это место которое мы оставили как более светлая она и будет более светлая но не белая потому что это не от света отражения от самой уже идет отражение от этой слилой розовым карандашом работаем немножко сюда добавим розовый смесью смягчим и сюда розовый добавим как сразу красиво стало такой сливого цвета зеленым карандашом рисую плотоножку и пройду опять по листу которые мы сделали эскиз показываю очертание листа и закрашу базовая штриховка зеленая путем на зеленый карандаш и на штриховую потемнее плодоножку вот эта часть листа которая завернулась и я пройду все очертание этого листа и даже там темнее штриховку здесь и здесь тоже наведем очертание листа и немножко затем ним в конце коричневым карандашом здесь покажу на плодоножки уже место увядания и немножко здесь добавим и сюда немножко коричневый добавим в темно-синим цветом покажу тень сейчас это не тень это поверхность на которой все лежат наши фрукты а вот тень она вот с этой стороны более темная промежутки то может быть немножко теперь возьму светло-коричневый карандаш и как бы добавлю цвет потому что если это поверхность стола должно быть как желтоватого цвета хотя может быть разным еще с тобой опять и теперь немножко усилю тень покажу круг тень круглая а потом она пусть их постепенно рассеивается и там дальше то есть ли вы наверное тоже должна быть и и самым светлым желтым карандашом добавлю немножко сюда оставляя все-таки часть белую вот ближе к месту где лежит косточка здесь вот добавляю более яркая желтая сочная показываю структуру сливы разрезаны и темно-синим карандашом покажу границу где шкурка неразрезанная часть соприкасаются немножко под правы отправлять можно до бесконечности надо уметь остановиться вот сейчас наверно не остановимся сейчас только добавлю сюда вот и темный цвет и коричневым цветом обрету вот это место где лежит косточка чтоб показать глубину немножко сюда вот и получилось у нас такая симпатичная слива я надеюсь у вас тоже получился хороший рисунок приходите в гости будем рисовать много хороших рисунков рисовать легко и весело когда вместе